Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас ко второй главе послания апостола Иакова. Вторая глава служит для того, чтобы конкретизировать те идеи, которые были намечены в первой главе, и вот несколько основных, самых важных, по-видимому, для апостола вещей, которые он считал нужным актуализировать в христианских общинах иудейского происхождения за пределами Иерусалима. То есть он говорит, по-видимому, о том, что сам считал важным донести до своих читателей, что должно было стать понятным для иудеев в рассеянии, которые стали христианами, или для тех христиан из иудеев, которые ушли в рассеяние. И вот он начинает эту главу со слов о том, что, братья мои, имейте веру во Христа, невзирая на лица. Невзирая на лица. Речь идет о том, что христианские общины, по-видимому, скорее всего, неосознанно, но все-таки воспроизводили ту социальную схему, которая была характерна для религиозных собраний, в частности, иудейских, в частности, для синагоги, где есть там более почетные места, менее почетные места. Наверное, не всегда, но в большинстве случаев более почетные места занимали те члены общины, которые были богаче, чем-то отличались и так далее и тому подобное. В Евангелии, кстати, мы тоже кое-где находим отголоски этой системы, где разной степени почетности места люди занимают. Да и, кстати говоря, возьмем хотя бы притчу о мытрии и фарисеи, где фарисей стоит впереди в храме, правда, не в синагоге, а мытрии там где-то у дверей. И вот апостол говорит своим читателям, что это все так, да, так, в синагоге, но у нас что-то другое. Поэтому для нас, говорит апостол, иметь веру во креста значит избегать вот этого лицеприятия, значит понимать, что мы все перед Богом одинаковые, мы перед Богом равны. Если войдет, смотрите, говорит, если войдет в ваше собрание человек с золотым перстнем, вот вы уже там ему выкатываете кресло, скажете, там, садись здесь, а если войдет человек бедный в скудной одежде, вы его там где-нибудь в углу или на полу ног посадите. И вот апостол говорит, ну, разве вы видите сердца? Разве вы видите, как Бог судит этих людей, если судит? Разве вы видите вот глубину их веры и избрания, которое Бог дает каждому из вас? Не бедных ли мир избрал Бог быть наследниками веры, быть богатыми верой и наследниками царствия? То есть, собственно, он напоминает слова Господа Иисуса о том, что кто из вас хочет быть первым, да будет последним, кто из вас хочет быть первым, да будет всем слугой. Ну и вот поэтому он говорит, ну, хорошо, а посмотрите на богатых, которым вы пытаетесь какой-то почет оказывать. Разве это не они вас притесняют? Разве не они бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Собственно, без особых комментариев было бы, наверное, очень полезно, если бы сегодняшние христиане честно прочитали эти слова, потому что довольно очевидно, что мы не так, как хочет апостол Иаков, относимся друг к другу и к социальному положению друг друга. Вот, 2000 лет прошло, а его упрек и призыв актуален по-прежнему, актуален по-прежнему, причем это мало зависит от конкретных христианских общин и конфессий. Удивительно, но вот так, вот так. Это действительно требует, может быть, меньше размышлений, а больше каких-то практических выводов, как нам вести себя в своих общинах. Ну и вот апостол Иаков говорит дальше о том, что о лицеприятии, о том, что, понимаете, самое главное, он называет это закон царский, закон царский или царственный закон, это любить ближнего как самого себя, а если мы поступаем лицемерно, с лицеприятием, то мы оказываемся преступниками закона. Вот такая у него мысль, что, кстати говоря, тоже находящая созвучие и в некоторых мыслях апостола Павла, что если мы взялись исполнять закон, так надо исполнять его весь, нарушив в чем-то одном, мы становимся нарушителями всего закона. То есть для него закон – это не список каких-то отдельных, не связанных между собой вещей, а именно целостное откровение о Боге. И вот поэтому он говорит, кто сказал не прелюбодействуй, тот сказал и не убей. Поэтому, что бы ты ни нарушил, ты оказываешься нарушителем закона. Ну вот, но не это для апостола главное, а главное для него – так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Что же это за закон свободы? Что мы видели с вами в предыдущей главе? Закон свободы, который дает нам возможность понять смысл и действительно последовать за Богом, последовать добровольно, последовать, понимая, что именно для Бога и в законе, и не в законе важно. Закон свободы, который становится для нас откровением Духа Божьего в человеческом сердце. И вот, собственно, апостол говорит о необходимости помилования друг друга, о необходимости действительно любить ближнего, как самого себя. И в связи с этим чрезвычайно важная мысль в 13 стихе он говорит, что, ну, понимаете, суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Христианская мысль на протяжении столетий мучилась в этом месте, потому что часто очень казалось, что все-таки там суд, рассудительность, правильность, акривия, как это называется по-гречески, вот это все чрезвычайно важные вещи, и все, надо делать все прям вот как кажется правильным. А апостол говорит, нет, милость важнее, милость превозносится над судом. Вот это бы нам запомнить, я думаю, что и наша церковная, наша социальная жизнь и наши взаимоотношения друг с другом тоже очень изменились бы, стали бы куда более свободными и достойными Бога, если бы мы помнили, что милость важнее, милость превозносится над судом. Суд без милости не оказавшему милости. Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Вот это вот чрезвычайно важно. И далее, во второй половине второй главы апостол собственно говорит о вещи почти очевидной, но далеко не очевидной и очень-очень важной. Коротко суть того, что говорится во второй половине главы, второй, выражается его словами «вера без дел мертва». Ну, во-первых, он говорит о том, что если ты веруешь, ну так это в чем-то должно отражаться, в чем именно, а вот было только что сказано в милости, потому что милость превозносится над судом, и суд без милости не оказавшему милости. вот отсутствие лицеприятия и любовь к ближнему и милость. Вот, собственно, те дела, в первую очередь, о которых говорит апостол. И еще перед этим в первой главе он говорил о том, что по-настоящему благочестие это заботиться о беспомощных и хранить себя свободными от искушений мира. Вот, примерно, о каких идет речь в делах, о том, что выражается в заботе о немощных и в милосердии друг другу, в помиловании, в милости, которая оказывается для тебя важнее суда. помиловать, пожалеть важнее, чем осудить, обличить, наставить на путь истинный и так далее и тому подобное. Вот. Но, конечно, не только это, потому что в той христианской общине, которую возглавлял апостол Иаков, существовала обширнейшая практика помощи нуждаемщимся, где люди действительно жертвовали на эту помощь много, часто последние, и трудились ради того, чтобы не обойти помощью никого из немощных нуждающихся. Вот эта тема занимает очень апостолов во второй половине второй главы. Кроме того, конечно, здесь невозможно абстрагироваться от проблем веры и вероучения, которые, проблемы, которые возникли уже во второй половине первого столетия в христианских общинах, в меньшей степени среди иудеев, к которым обращаются апостолы Иаков, в большей степени среди грек, язычных христиан, но тем не менее. Вот он поэтому пишет, что, собственно, вера – это что? Это слова говорить? Слова говорить? или что-то более реальное? И вот говорит, ну, хорошо, да, ты веруешь, что Бог един. Центральное догматическое утверждение для иудеев и христиан, ставших христиан, Вот, значит, ну, хорошо, веришь, что Бог един. Молодец, пять. Дальше что? Бесы тоже веруют и трепещут. Это ничего для них не меняет. Понимаете, вот, то есть, апостол пытается сказать своему читателю, что все то, что мы ценим, как догматические определения, бесы тоже знают, но они не перестают от этого быть бесами. А что? А что по-настоящему нужно? А он говорит, вот, руководствоваться в поступках своих, в практике своей, руководствоваться в доверии Богу именно действиями. Вот он приводит пример Авраама, который поверил Богу, вера вменилась ему в праведность, но каким образом, что значит поверил Богу. А вот то, что он совершает некоторый поступок, да, отдает Богу своего заповеданного сына Авраа, этого самого, Исаака. И еще один пример рога в блудницу приводит апостол Иаков, которая тоже там оправдалась не тем, что она что-то знала или не знала про веру израильтян. Израильтяне сами еще в тот момент свою веру не могли толком сформулировать, а именно действиями, именно поступками, именно тем, что вот она там выручила этих самых соглядатаев посланных в Иерихон. И так заключает апостол, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Довольно, надо сказать, своеобразное, если не выразиться вовсе странное утверждение, потому что нам казалось бы логичным соотнести веру и дух, и тело, и, соответственно, дела. Мы бы на месте апостола сказали, как дух без тела мертв, так и вера без дел мертва. Нет, он по-другому это видит, по-другому. Он видит наши поступки, наши дела, которые продиктованы верой, как то, чем управляет дух Божий, чем управляет дух, дышащий в человеческом сердце. Поэтому знания тех или иных утверждений о Боге, даже, в принципе, правильных, это еще пока вещь довольно костная, как тело. Для того, чтобы это стало жизнью, необходимо действовать, необходимо этой верой своей трудиться, потому что вера без дел мертва. Вот это основные темы второй главы. Продолжение следует... Продолжение следует...